Добрый вечер, в эфире программа «Попутчик. Гость студии». В гостях у нас Александр Михайлович Кудряков, генеральный директор страховой компании «Пари». «Пари» правильно не перепутал? Может быть удаление какое-нибудь хитрое? Нет, правильно. Все верно, да? Мы сегодня поговорим об автостраховании, и у нас есть новшество. Вот я горд и счастлив сообщить вам, что у нас сегодня в студии стоит компьютер, он же ноутбук, по которому смогу прочитать те смс-ки, которые вы отправите с вопросами или с комментариями, с пожеланиями нам. Отправить, соответственно, сейчас скажу, каким образом. Итак, телефон прямого эфира программы «Попутчик» 617-95-55. Ну, естественно, префикс 495, это московский, на экране вы его видите. Для того, чтобы отправить свой вопрос в виде смс-сообщения, пришлите, внимание, АП, это может быть АП по-английски или АП кириллицей, потом пробел, потом пишите свой текст и отправляйте на номер. Если вы отправляете из России, то номер 5577, если вы посылаете из Украины 4647, Казахстан, соответственно, 7099. Внимание, услуга платная. Подробности вы прочитаете на сайте www.autoplus.tv.com. Так что, собственно, мы начинаем с вами, да? Я хочу задать вам вопрос. С самого начала, Саня Михайлович, скажите мне, пожалуйста, огромное количество компаний страховых, вот вы, как человек, который видите все это, что называется, сверху, как руководитель компании, Или изнутри, скорее всего. Ну, изнутри в том числе тоже, да? Что вы можете пожелать нам, обычным потребителям? Как нам выбрать правильную компанию? Потому что, насколько я понимаю, сейчас люди идут там, скажем, тремя путями. Путьми. Идут по трем путям. По трем путям. Да, один человек ищет подешевле, другой человек, соответственно, ищет там, где обещают самый суперский сервис, а третий человек слушает, что посоветуют ему, там, друзья, приятели, близкие и так далее. Кто из них прав? Ну, наверное, это как в том самом случае, когда вам билет или ехать. Вот. Потому что, по сути, страховщик, он оказывает услугу, да? Он должен защитить имущественные интересы и жизнь клиента. Поэтому говорить о том, что все компании одинаковые, ну, я как человек изнутри, я знаю, что это не так. Ну, я уверяю, что мы тоже знаем, люди наблюдающиеся снаружи. И мы тоже, вот, например, своих клиентов исследуем, и у них тоже совершенно разные поведенческие настроения. Некоторые хотят вот дискаунтеры и надеются, что все там будет хорошо. Дискаунтеры – это скидочники. Ну, да. Вот, тем более, что вероятность наступления страхового события, она не такая великая. Ну, да. Ну, показка, она большая, там, частота обращения нам в Москве колеблется около 40%. То есть, а по ОСАГО, она там, ну, вот, в районе, там, 5-6%. Вот. Поэтому с вами может и не произойти ничего. Дай бог, чтобы так и произошло. Но лично я для себя, вот, выбирая эту услугу, я бы все-таки опирался бы на репутацию компании. А уже дальше выбрал бы, ну, выбрал бы несколько компаний с хорошей репутацией, потому что, по сути, страховой бизнес – это репутационный бизнес. Потому что, ну, как в маркетинге, да, вы знаете, что хорошие новости распространяются в два раза хуже плохих. Плохие, там, они быстрее доходят. Вот, поэтому те компании, которые на рынке работают давно и хотят дальше работать долго, вот, они должны заботиться о своей репутации. Это значит, они должны оказывать хорошую услугу клиенту. А о том, как оказана услуга, можно узнать у кого-то, да, или каким-то образом. Ну, каким, например? Публикация в прессе – это не факт, что это не является пиар-акцией или джинсой, да? Я уж не говорю про прямую рекламу. То есть, получается, вот только по слухам, только по... Сарафанное радио, оно такое очень достаточно эффективное бывает. На самом деле, и к страховщикам клиенты-то приходят, вот, кто приходит по сарафанному радио, это самые такие хорошие клиенты, по сути. Они представляют, что они здесь получат. Я бы тоже... Они идут уже настроенно. Да. Я бы тоже пошел бы по этому пути. Влияет ли дата образования компании на ее стабильность? Ну, ты имеешь в виду, чем больше она на рынке, в этой сфере бизнеса, да, тем, соответственно, она лучше. Или не факт. Или есть компании, которые тянут, 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 и существуют только за счет того, что они вовремя выплачивают, недоплачивают и так далее. Не, влияет, конечно, потому что, ну, ведь эта услуга, эта вещь такая очень тонкая, и ты этот инструмент настраиваешь все время. Вот, поэтому, чем, вот, как в музыке, да, звук, он лучше, когда, вот, чем инструмент, он такой, более такой, ну, может быть, старше или, там, матерее, я не знаю, как лучше сказать. Поэтому влияет, с моей точки зрения. Потому что бывает, что компании, которые выходят на рынок, и они хотят о себе заявить и быстро набрать портфель, они вот идут по пути набора портфеля, ну, как у страховщиков есть сленг такой, да, они быстро собирают деньги с кого-то. Предлагая услуги самые разные, зачастую платят, допустим, большие комиссионные, ну, своим посредникам это могут быть, например, агенты, брокеры, агенты, это могут быть, например, автосалоны. И, зачастую, вот, этот рост, он не поспевает за качеством услуги, ну, и, что происходит с устойчивостью, ну, тоже бывают проблемы, к сожалению, этих компаний. Вот, поэтому, я думаю, что все-таки возраст компании, он не везде, конечно, бывает исключение самого разного рода, но, в целом, эта ситуация такова, что, чем компания старше, тем опыта у нее должно быть больше. Согласен с вами, а может быть, есть смысл смотреть на то, с кем из корпоративных клиентов работает компания, да, то есть, это, в общем, является неким показателем уровня, хотя, может быть, и не всегда. Сложная тоже тема, потому что, на самом деле, инструмент твой, он оттачивается на рынке. Бывают компании, страховщики их называют кэптивные, которые работают в основном с крупными клиентами. Какие? Кэптивные, они при ком-то созданы, да, при крупной структуре. Вот, ну, и зачастую они имеют какие-то, ну, скажем так, уже потоки. Если они не работают на рынке, то, значит, качество предоставляемой услуги, ну, можно ожидать, что оно может оказаться ниже, я бы так сказал. Поэтому, мне кажется, компания, которая работает вот на открытом рынке, ну, она сталкивается с самыми разными ситуациями. Как вы знаете, ну, скажем так, клиент, который тобой недоволен, он заставляет тебя работать лучше. Когда ты обеспечен чем-то, ну, скажем, денежным потоком определенным, тебе заботиться о качестве предоставляемой услуги, ну, соответственно, приходится меньше. Я понял. Существует такое мнение, что чем крупнее компания, тем она хуже работает. Но это мнение, опять же, я говорю, наше обывательское, потребительское. Так ли это на самом деле? Насколько объективна такая точка зрения? Ну, знаете, этот вопрос, по сути, он связан с конкуренцией, какие сегменты рынка для себя страховая компания выбрала и с кем она работает. По сути, бывает такое мнение, что розничное урегулирование отличается от корпоративного. Я поясню, что это такое, что если у вас компания работает, ну, например, с мелким и средним бизнесом или с крупным, то там бывает, что зачастую она начинает продавать полисы сотрудникам этих предприятий. И там бывает, что бизнес, который подступает от твоих корпоративных клиентов, каким-то образом завязан на бизнес тех сотрудников, или, скажем так, физических лиц, которые работают на этом предприятии. Плохо оказанная услуга им влияет на твой бизнес здесь. Поэтому многие компании так работают, поэтому здесь от размера не зависит. Это не тот случай, когда, знаете, как говорят, размер имеет значение. Мне кажется, здесь есть ситуации, когда крупные компании работают совсем неплохо, и есть ситуации, когда средние компании тоже из рук вон бывают работают плохо. Поэтому я бы сказал, что важно, как компания умеет работать своей клиентурой. Хватает ли ей ресурсов и людей, потому что страхование – это, по сути, люди, которые работают в этой компании. Правильно, так сказать, обучены. Правильно ли в компании, я бы так сказал, заложена идеология, которая, вот, помните, как... Ну, здесь можно приводить примеры крупных компаний, мировых, да, с минами, которые говорят, что самое важное – это вот та идеология, которая заложена в ферме. И если она там правильная, то и вот продукт будет, я не знаю, это будет автомобиль, там, и компьютер, или страховая услуга тоже должны получаться правильные. Ясно. Давайте послушаем вопрос, который задаст нам сейчас телезритель. Хочу напомнить, что у нас впервые сегодня есть возможность читать ваши смс в прямом эфире. Уже есть, я вам скоро даже зачитаю. А сейчас телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Меня зовут Владимир, город Смоленск. Приобрел две Хонда автомобиля. Это Хонда Аккорд и Хонда Цивик. Заспрахованы обе компании Ингостракт. Вопрос такого плана. С Хонда Аккорд случается небольшое ДТП. То есть по звонку мобильного телефона я отвлекаюсь, налетаю на бордюр. Тем самым компания Ингостракт немножечко там подвесочку оплачивает, но телефон был уронен и тем самым разбил я дисплей, который находится в автомобиле. И компания Ингостракт отказывается выплатить за дисплей по той причине, что якобы я нарушил правила, поговорил по телефону, скажем так. Но это запрещено правилами дорожного движения. Право и мирно ли это или нет. Хонды все новые. За одну заплачено 36 тысяч, за другую 26 тысяч. Я стараюсь обсудить вопросу? Да. Спасибо за вопрос. Я не знаю точно правила Ингостракта, если я правильно услышал. Но по сути страховщик, когда назначает тот или иной тариф, он оценивает риск. И он исходит из того, что клиент, страхователь, он будет добросовестно пользоваться имуществом и соблюдать все правила. И величина наступления того или иного страхового события – вещь случайная. Но при том, что клиент будет заботиться о своем имуществе. Нарушая правила дорожного движения, вы тем самым повышаете риск. И ведь когда вы покупаете ту или иную страховку, мы все как потребители, мы стараемся тоже минимизировать свои затраты на это дело. И тоже говорим, что мы хотим лучшую цену за эту услугу. Соответственно, страховая компания, она говорит, ну хорошо, я это сделаю. Но тогда ты тоже соблюдай определенные условия. Потому что ты вступаешь в договорные отношения. Как именно поступить в той ситуации, я не знаю, это надо читать правила. По большому счету, обращаться к юристам. Либо, если это так, если это правильно, то здесь уже ничего не поделаешь. Если ингострах, допустим, поступил неправомерно, тогда надо спорить. Но принцип он такой, что мы должны заботиться о имуществе. Потому что на дороге происходит много вещей, независящих от нас. Вероятность которых страховщиками посчитана. Исходя из этого, они назначают тариф. Если вы увеличиваете степень риска, то страховщик говорит, ну слушай, ну ты тогда себя вел не совсем корректно по мне. Ну да, ну да. Саня Михайлович, вы так вот прям бросились в атаку. На самом деле, я на вашей стороне. Не-не-не, я не в атаку. Потому что вы сядьте спокойно, расслабьтесь, откиньтесь. Все хорошо, у нас беседа. Я же тоже, у меня тоже бывают такие ситуации. Мы все же люди. Поэтому я когда говорю, что в Москве частота наступления событий порядка 40%. То есть мы, как автовладельцы, мы все попадаем в деленные ДТП, мелкие, крупные. Согласен, конечно. Поэтому здесь и практика, безусловно, у всех есть. Согласен, согласен с вами. А давайте послушаем еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, слушаем вас. У меня вот вопрос такой есть по прямому страхованию. Вот есть такая вещь, как прямое страхование. Мне просто интересно. Как бы говорят, что полстоимости это обычной страховки. Действительно это так? И какие подводные камни существуют здесь? Спасибо. Ну, здесь речь, как я понимаю, идет, скорее всего, о компании прямое страхование. Та, которая продает свои полисы без посредников. Есть разные каналы распространения полисов. Через, я не знаю, агентов, прямые продажи через офисы страховщика. Ну и через интернет, допустим. Все компании выбирают свои способы распространения полисов. В структуре тарифной ставки, то, что мы платим страховщику, всегда существует заложенный комиссионный, который он готов заплатить агенту или представителю или брокеру за то, что он продаст этот полис. Прямое страхование эта компания пошла по пути, как я понимаю, минимизировать эти расходы, то есть работать без посредников. То есть она говорит, что я буду работать без посредников, соответственно, я на этом сэкономлю. Потом я слышал, что эта компания, она говорит, что я буду работать с определенным сектором клиентов, потому что статистика по разным сегментам клиентов, она разная. Ну, скажем, молодые люди, которые садятся за руль автомобиля, как правило, попадают в разные ДТП. И любой страховщик, если вы к нему придете страховать автомобиль и впишете туда, допустим, я не знаю, своего ребенка, которому там 19 лет, который недавно получил права, он назначит обязательно повышающий коэффициент. Вот прямое страхование, насколько я знаю, собиралось, я не знаю, как сейчас, я не могу сказать точно, что именно они делают, но работать с определенным сегментом. Например, там, с женщинами от 30 до 40 лет. Они ездят очень аккуратно, они редко попадают в ДТП, то есть они хорошие клиенты, им можно назначать меньшие тарифы. Зачастую эти тарифы могут быть, если говорить о сравнимых машинах, а не брать машины, которые подвержены особой степени риска, то они могут быть действительно меньше и в два раза. Теоретически, но вообще говоря, это надо считать. А компании такого рода, они распространены на Западе, там тоже есть определенные каналы продаж через, например, интернет, когда такого рода клиент он может сэкономить. Ясно. Еще один звонок. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Да, говорите. Меня зовут Гараб. Вот у меня такой вопросик. Значит, месяц тому назад я попал в ДТП, не справился с автомобилем, ослепили глаза. Когда я, значит, ударился об опору моста боковой стороной и улетел, как говорится, в Кувейт. Значит, страховая компания «Стагласия» мне отказала в ремонте автомобиля из-за того, что они сказали, мы же, значит, всю железную работу, то, что там получилось, это отремонтируем, а стекла, которые сломались, передняя и боковая, и задняя, они отказываются это ремонтировать. А чем мотивируют? Мотивируют это тем, что во время этой аварии не могло такое случиться. Ясно. Но это частный случай, я не знаю. Готовы ответить? Ну, спорная ситуация в любой работе не бывает, потому что, я думаю, что «Согласие», оно, скорее всего, пригласило эксперта, который оценивает, или там трассологическую экспертизу проводил, или еще какую-то, который оценивает, в том или ином ДТП могло такое произойти или нет. Поэтому здесь действительно ситуация спорная, поэтому я даже не знаю, что ответить. Ну, наверное, да, здесь можно посоветовать только со своей стороны, как потребитель, тоже нанять экспертную организацию, которая бы оценила ситуацию, есть ли вы правы, дала бы вам компетентное заключение, и тогда вот уже нужно отстаивать свои права. Схема действия вам ясна. Что касается наших смс-вопросов, из Архангельской области задали вопрос, расскажите о черри-амулете, что за машина. Ребята, ну, совершенно не в тему, у нас совершенно о другом сегодня речь идет. А вот в Смоленской области вопрос. А правда ли, что страховки на старые авто увеличатся вдвое с первого января? Вот я, например, первый раз об этом слышу. Я тоже первый раз об этом слышу. Мы не можем ответить на ваш вопрос, потому что такой информации мы не обладаем. Мы специально покопаемся в интернете, позвоним, поспрашиваем у людей, сведущих более сведущих, чем мы. Хотя таких просто, мне кажется, нет. А какие страховки? Ну, не указано. Так, опять про черри-амулет. Опять же, из Архангельской области. Две смс-ки отправил товарищ. А вот еще из Санкт-Петербурга. Продал автомобиль. Можно ли вернуть деньги за пять месяцев неиспользованного полиса? Да. То есть, это предусмотрено, поскольку страховщик только может удержать, в зависимости от того, это КАСК или ОСАГО, расходы на ведение дела. То есть, вот за неиспользованный период, он, соответственно, посчитает, какая часть денег не была использована, оттуда вычтет расходы на ведение дела, которые составляют не более 30% от остатка. А остальное, я думаю, что наш уважаемый слушатель может получить. Отлично, спасибо. Обращаюсь к нашим телезрителям. Сегодня у нас, у вас, вернее, есть возможность не только, с сегодняшнего дня, скажем так, есть возможность не только задавать вопросы при помощи телефона, вы можете нам еще отправлять смс-сообщение. Телефон прямо в эфире вам известен. А для того, чтобы отправить смс-сообщение, нужно отправить АП, пробел, дальше свой текст на номер. Если вы посылаете смс из России, то номер 5577. Если вы на Украине живете, то 4647. Из Казахстана 7099. Должен вас предупредить, что эта услуга платная. Подробности все узнаете на сайте www.autoplus.tv.com. А сейчас послушаем еще один звонок. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, здравствуйте. Если можно громче, добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Сергей. У меня как бы два вопроса, один вытекается с другого. Давайте. Первый, это почему сейчас нельзя было бы рассматривать все вот случаи по страховке ОСАГО, КАСКО и прочее, прочее, так, как делается во всем мире, в Европе, в Америке, а не придумывать что-то здесь, которое не всегда бывает. Как говорится, велосипед уже придумали, нечего изобретать заново. А что вы имеете в виду? Ну, как бы, такие вот различные виды страхования, они вряд ли существуют, так сказать, в Европе есть, КАСКО и все, так сказать. А вот эта автогражданка, которая совершенно у нас надумана, ну, немножко непонятна. Ну, ясно, я понял вас, спасибо. И второе добавление, это как бы вытекает, это тот момент, когда после наступления страхового случая оценка автомобиля, так сказать, ну, ущерба автомобилю осуществляется таким образом, какого года автомобиль, нос и прочее, прочее. То есть, в итоге получается, что те деньги, которые выплачивают страховая компания, не хватает на то, чтобы, так сказать, починить автомобиль. Спасибо. Спасибо вам. Насчет вопроса второго, не знаю. Может быть, последовательно мы начнем? Да, конечно, да. Ну, на самом деле это не так. Во всей Европе и в Соединенных Штатах обязательное страхование автогражданской ответственности существует. Мы вообще идем, я бы так сказал, по французскому варианту. Потому что, вот, например, вариант в Великобритании, который существует, он немного отличается. А если говорить о практике, ну, например, немецкие страховщики говорят, что у них, ну, практически все застрахованы. Процент застрахованных, там, 97-98% от количества автомобилей. Вот, это по ОСАГО. А по КАСКО примерно треть от застрахованных по ОСАГО имеет вот полисы КАСКО. А остальные не страхуются. Это дело добровольное. А вот застраховать свою ответственность, это дело обязательное. Причем, в отличие от нас, ну, там страховка и стоит дороже. Вот ОСАГО, так и аналог назовем, да? Ну, и там очень диверсистерные тарифы, в зависимости даже от земли. Ну, это в Германии, например, так сказать, от марки автомобиля, от того, кто там сидит. Потому что государство там какое-то время назад только это регулировало, и сейчас уже оно отошло от регулирования этих тарифов. Вот. Но там очень большие лимиты установлены по страхованию ответственности, по страхованию жизни. И там действительно, ну, если кто выезжал, например, на машинах в Европу, то покупает, например, зеленую карту. И там вы покупаете на большую сумму, потому что самое ценное – это все-таки человеческая жизнь. Мы к этому только идем. Потому что железяка, она вот, ну, она и есть железяка. Ну-ка, это очевидно. А второй вопрос. Второй вопрос по поводу того, что машина, чем старше, тем, соответственно, меньше денег получает человек, когда получает страховку. Ну, здесь что можно сказать? Это введено законом, поэтому страховщик, он следует законодательству. Ну, и все равно это исходит из того, что какие, какой тариф, какие деньги страховщики получают. По большому счету, когда вводилась ОСАГО, никто точно не мог сказать, этот вид, он будет прибыльный или убыточный. И ситуация, она вот, например, в России, у нас есть региональные коэффициенты по ОСАГО, получилась такая, что в ряде регионов страховщикам очень тяжело работается, и они фактически выплачивают все то, что получают. То есть даже, я знаю, вот в ряде регионов Урала там не хватает денег на введение дела. По большому счету, мы, например, тоже идем на этот путь, мы тоже долго думали, нам этим заниматься или нет, но мы решили, что наши клиенты просто должны у нас получать все страховые услуги. Ну, пока это все, знаете, хорошо, но вот все те изменения, если мы плавно будем к чему-то переходить, вот дальнейшее развитие ОСАГО, которое сейчас законодатель принял, они ведут к тому, что выплат будут страховщики делать больше. Это как раз... И своевременнее. И своевременнее тоже, да. Это как раз утрата товарной стоимости, которая тоже повысит убыточность, а, соответственно, страховщик должен будет платить больше. Это так называемое... Его еще называют иногда европейский протокол, это прямое урегулирование. На месте. Вот, на месте. Это страхование жизни и здоровья, там лимиты другие. К новым поправкам, к изменению в законодательстве мы вернемся. Сейчас послушаем еще один звонок. Здравствуйте, вечер добрый. Слушаем вас. Да, здравствуйте. 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 Григорий, Москва, вот, застрахованную русско-страховую компанию по автоказке. Значит, по страховую полюсу оплата разбита на три периода. ДТП произошло, но проплата прошла, то есть, следующий платеж только в феврале, а ДТП произошло в декабре. Таковая компания мне отказывает выплатить до того, пока я не оплачу полностью. То есть, таковая полюс по автоказке. Вот, правомерно ли их действие в этой ситуации? Ясно, спасибо. Вам приходится отдуваться за коллег своих по цеху. Ну, судьба такая. Ну, во-первых, надо посмотреть, когда мы все подписываем какие-то договора, надо посмотреть, на каких условиях был заключен этот договор. Но, в принципе, логика здесь примерно такова, что если вам дают рассрочку по оплате, то фактически, когда с вас берут тариф, рассчитывают, сколько денег с кого-то взять. Ну, в страховании как? Шутка такая. Здорово платят за больного, да? Сколько денег с кого-то взять, чтобы кому-то выплатить. Если ты даешь рассрочку, значит, ты недополучил какие-то деньги. Ты фактически на что-то прокредитовал своего клиента. Поэтому при наступлении страхового события, ну, уж точно можно удержать эту часть. Если выплата достаточно большая, часть взноса. Либо страховщик может пойти на встречу с моим клиентом. Например, если у тебя клиент постоянный, он платит, то он может поступить таким образом. То есть вот право такое, вот, например, у нас в наших правилах мы за собой резервировали на такое право, что мы можем эти деньги удержать, если мы даем рассрочку. Но это право, это не обязательно мы этим пользуемся. Как в данном случае поступят коллеги, ну, это, соответственно, с теми условиями, которые они, ну, скажем, клиент и страховщик подписали. В договоре должно быть прописано. В договоре должно быть прописано. То есть если не прописано, они не правы, нужно судиться. Вот я к чему. Ну, спорить-то точно надо. Вообще говоря, любой суд для страховщика, это, ну, тоже та же самая репутация. Поэтому я думаю, что если там это не прописано, и, например, сотрудник ошибается, да, то можно пояснить его руководителю, что он не прав. Ну, в таком случае до суда дело не дойдет, все решится на месте, да, потому что никто не хочет светиться. А еще один звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Алексей Уфа. Очень приятно, Алексей. Вопрос, обязаны ли страховая компания, если полис ОСАГО, при признании в ГАИ, при разборе обоюдной вины, обязаны ли уплачивать 50%? Потому что был случай, значит, у РОСИП страхования, они, то есть, сказали, без проблем 50% оплачиваемые оплатили, а в Росгострахе что-то упрямится. Спасибо. Спасибо вам. Ну, такая ситуация действительно возможна. У РОСИП, ну, то есть, мы поступаем точно так же, как у РОСИП. Мы тоже компания, которая строгает ОСАГО. Действительно, когда обоюдная вина, там есть разные ситуации, до конца не урегулированы, мы поступаем так, как поступают у РОСИП. Хорошо, спасибо. А вот еще один вопрос, на этот раз СМС, при помощи СМС нам задали. Можно ли применить закон о защите прав потребителей, то есть, 3% в день, если страховая компания задержит выплаты по КАСКО? Это, мне кажется, каким-то образом перекликается с этими новыми изменениями. Нет там такого пункта? Ну, это ОСАГО, да? Там есть тоже штрафы. Здесь вопрос по КАСКО. Да, здесь вопрос по КАСКО, да? А что значит задержит выплаты? То есть, это тоже такой вопрос. То есть, если вы подали, считаете, все документы подали, и вам скажут, мы платим, а после этого не платят, то, наверное, здесь действительно нужно этот закон применять. Бывают ситуации, когда не все документы собраны, допустим, для того, чтобы квалифицировать в случае страховой или нет, и определить, какова точно сумма ущерба. Но вообще говоря, многие страховщики, они же по другому пути идут. То есть, правильнее, конечно, уплачивать деньги клиенту, иди чинить где-нибудь, да, по калькуляции или еще где-то. Но многие страховщики, ну, как бы делают следующий шаг. То есть, когда ты попал в ДТП, твою машину сразу отправляют на сервис, где твою машину ремонтируют, ты получаешь автомобиль, а страховщик, как бы по твоему поручению, сервисом рассчитывается. И тогда вопрос, платим, не платим, он, это вопрос о взаимоотношении страховщика и сервиса. Ясно. Еще звонок один. Добрый вечер. Добрый вечер. Вас беспокоит город Анапа, Евгений. Хорошо у вас тепло сейчас? Плюс 6 градусов. Отлично. Так, давайте ваш вопрос. Вопрос такой. Машина была застрахована в компании Ресо Гарантия на сумму, превышающую стоимость автомобиля в магазине. То есть, как бы мы предложили компании, а можно застраховать, скажем, не 600 тысяч рублей, а 700? Да, можно, пожалуйста, страхуйте. Выплатили, как положено, деньги, но, к сожалению, наступил такой страховой случай, что от машины осталось только заднее сидение. Компания стала выплачивать, предложила выплатить деньги, отталкиваясь от стоимости магазина. Естественно, как бы у нас вопрос. Ребята, вы подписывали договор, там стоит ваша печать. Какие проблемы? Значит, дело дошло до суда. Суд, видимо, ангажированный, я так понимаю, назначает так называемую независимую оценочную экспертизу, которая, естественно, она сейчас как раз в работе, естественно, даст стоимость не ту, которая заявлена была в договоре, а там какую-то другую, да? Вот. Но у нас такой вопрос. Ну, правомерно ли это, если компания подписывает договор и ставит печать на сумму, а потом отказывается от этой суммы и выплачивает, отталкиваясь от заводской, а от магазинной цены? Спасибо, спасибо. Да, пожалуйста, вам спасибо. Отвечайте. Ну, страховщик, он призван возмещать убытки. Принцип страхования состоит в том, что клиент возмещает только свои убытки, но не наживается на страхование. То есть вы можете застраховать машину или дом, например. Примерно, в принципе, такое возможно, если вы, я не знаю, договорились, или бывают такие ситуации, мы же все на земле живем, да? Ну да. Не где-то там летаем в облаках. Вот. Договорившись с агентом, застраховав на сумму, существенно превышавшую реальную стоимость застрахованного объекта, тогда получается, что возникает прямая выгода, что-то сделать с этим объектом, чтобы получить страховку. В принципе, даже у нас этого еще нет, но вот в американских кинематографах достаточно много фильмов на эту тему. Вот. Поэтому, в принципе, мне кажется, что резк гарантии здесь поступает корректно, если она оплачивает рыночную стоимость. Но за, мне кажется, корректно было бы вернуть часть вноса, да, которую вот он взял за ту дельту, которая вот, ну скажем так, может быть условной прибылью, да, вот кого-то. Ну да, я понял. А прежде чем ответим на телефон, звонок быстренько, сейчас коротко прошу ответить на такой вопрос. Если иметь два авто, то и две автогражданки или одна? Ну сейчас у нас автогражданка, она привязана к автомобилю. Ага. Стало быть, как ни крути, две. Спасибо. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Кубенко, Московская область. Значит, у меня такая ситуация. У меня закончилась ОСАГО, и, значит, сосед, надо было выезжать в Москву, сосед сказал, что, как бы, я вот где-то слышал, что еще если ты будешь продолжать там, значит, у них покупать эту ОСАГО, то ты можешь еще месяц, как бы, ехать, и все будет нормально. Ну, в общем, буквально на следующий день меня остановили гаишники, и я вот это все им объяснил, как бы, вот так и так, я еще буду там дальше продлевать свою ОСАГО, вот, как бы, все. Они нет, вот, оштрафовали меня по полной программе, как за, ну, в общем, езду без страховки. Вот, хотел бы узнать, как бы, действительно ли я могу ездить, скажем, какое-то время еще после того, как у меня закончится ОСАГО, если я буду продлевать эту ОСАГО в этой же компании, где я, как бы, изначально регистрировался. Спасибо. Пожалуйста. Ну, я честно могу сказать, что я не, мне мои сотрудники, я не, вот в этом вопросе я плаваю, вот, ну, есть тема взаимоотношений с органами милиции, да, вот, или с гаишниками, да, как вот называет молодой человек. Я думаю, что они, с своей точки зрения, поступают корректно. Вот, у них задача такая, вот, ну, проверять, чтобы все было правильно на дороге. Вот, а мне кажется, что такая возможность у молодого человека вот все-таки есть. Хотя я, как директор, я, как страховой компании, когда меня останавливают на машине, меня тоже это все смотрят, я говорю, да нет, нет, ребята, у меня все в порядке, но, тем не менее, ребята свое дело делают. Вы по образованию не дипломат ли, нет? Да нет, я вообще мехмат заканчивал свое время. Как-то у вас ловко получается углы обходить. Так, еще один вопрос, присланный при помощи СМС. Можно ли взыскать утерю товарной стоимости со страховой компанией по ОСАГО? Да, уже можно. Да, то есть, и это законодательно введено, и было решение Верховного суда на этот счет. Как раз клиент выиграл, и такая практика уже есть. То есть, прецедент создан. Да, прецедент создан. Еще один телефонный звонок. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Олег, я из Ростовской области. Я хотел узнать, у меня машина попала в ДТП. У меня страховка ОСАГО и КАСКО. Могу ли я получить выплаты и по той, и по другой страховке? О как. Ясно, спасибо. Что скажете? Ну, когда вы страхуете КАСКО, вы страхуете свое имущество. Если ваша машина попала в ДТП, и ваше имущество пострадало, соответственно, вы за это имущество должны получить возмещение. ОСАГО подразумевает, что вы страхуете свою ответственность перед третьими лицами. То есть, перед тем, кому должны сползать деньги. Выплату должна получить та сторона, если вы виновны. То есть, никак человек не может получить, соответственно, эти деньги, потому что они уходят тому, кто третьему лицу, условно говоря. Конечно, вы страхуете свою ответственность. То есть, если вы виновны в ДТП, то за вас должны заплатить страховщики. В этом идея страхования. Потому что зачастую у тех, кто был до введения ОСАГО виновен в ДТП, просто не было возможности. И отсюда столько инцидентов на дороге. Я думаю, что мы в той или иной ситуации наблюдали эти инциденты, когда люди начинали разбираться друг с другом. И это, в принципе, ничего хорошего не приводило. Сейчас многие предпочитают не связываться с страховой компанией в случае аварии. Вот еще до того, как было принято новое изменение, люди зачастую просто на месте расплачивались. Кто-то, скажем, очевидно виноват. И он отдавал деньги, и все. Никаких заявлений, никаких протоколов разъезжались. Ну, во-первых, люди, наверное, если это небольшой быток, просто экономили время. Потому что даже приезд инспектора ГАИ затягивался на несколько часов в Москве. А потом начинается череда хождения. А потом еще, безусловно, это время. Поэтому здесь все прикидывают, что для них выгоднее в данной ситуации. Я думаю, что сейчас эта ситуация будет каким-то образом сглажена. Мы, как страховщики, здесь будем иметь больше проблем. Но клиенты, так сказать, получат более цивилизованный сервис. Ясно. Еще один звонок. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, город Санкт-Петербург. У меня такого плана вопроса. У меня новая машина застрахована по КАСКО. Наступил страховой случай. Мне выдали направление компанию «Росгострах» на ремонт. На протяжении четырех месяцев не могли согласовать это дело. Переписал я заявление на выплату денег. Приложил копию со СТО оценки. Сумма, которую мне выплатили спустя пять месяцев, прошло с наступления, превысила ту сумму, которая требуется на ремонт. Три раза меньше выплатили. Могу ли я при подаче в суд получить какие-то моральные вознаграждения, буду подавать на полную сумму, чтобы мне выплатили, сколько стоит ремонт. Это плюс моральное вознаграждение, потому что я полгода практически бьюсь со страховой компанией. Спасибо. Деньги получить можно, а получить ли деньги за моральный ущерб, я что-то не слышал, чтобы российские суды принимали такое решение. Поэтому я думаю, что реально это будет сделать сложно. А то, что есть спор между клиентом и страховой компанией по сумме выплаты, к сожалению, это нередкое явление. Я думаю, что это вполне цивилизованная ситуация. Наш слушатель вполне должен, наверное, так сделать, защитить свои права. Согласен. Я хочу напомнить о том, что... Даже не напомните, заявить во всеуслышании, что с сегодняшнего дня вы можете задавать вопросы не только при помощи телефона, но и при помощи СС-сообщений. Для того, чтобы отправить свой вопрос в виде СМС, пришлите АП, дальше пробел, и свой текст. Все это отправляйте на номер, если вы отправляете СМС-ку с территории России 5577. Если вы на Украине живете, то 4647. Неправильно, я не политкорректно сказал. Не на Украине, уже принято сейчас говорить в Украине. Я не могу переустроиться. А если вы живете в Казахстане, то, соответственно, 7099. Внимание, услуга платная. Но более подробно об этой услуге вы сможете прочитать на сайте www.autoplus.tv.com. И вот, что далеко ходить. Еще одно сообщение из Московской области или из Москвы. Я оплатил штраф. После проверки документов на посту мне сказали, что штраф не погашен. Обязан ли я предъявить квитанцию в ДПС? Пардон, это моя ошибка. Это ведь вопрос не к вам. Да? Это же вопрос совсем в другую тему. Да, хорошо. Прочитал, что называется с листа, и в процессе чтения понял, что совсем не то. Не понимаю корпоративных клиентов. СМС из Ростовской области. По закону больших чисел выгоднее быть самому себе страховой компанией. И личный опыт это подтверждает из года в год. Экономия весьма существенна. Сможете прокомментировать? Да. Слушаем. Во-первых, если говорить о относительно небольших парках, то личный опыт как раз подтверждает другое. Статистика начинает работать уже на достаточно больших объемах. Когда у тебя тысячи автомобилей, тогда ты будешь точно сказать о том, сколько тебе нужно денег откладывать для того, чтобы возместить потери. Но с точки зрения экономики страховщики так устроены, что если говорить о предприятии, то когда вы им платите, они создают резервы на будущие выплаты. Так вот эти резервы не облагаются налогами. А у любого предприятия, если он резервы создает, откладывает, к сожалению, существует налогообложение. Это раз. Во-вторых, если вы крупное предприятие, действительно есть большое предприятие с парками в сотне машин, даже и в тысячи машин. А те, кто управляет этим автомобильным парком, он примерно знает свою статистику. Но для того, чтобы решать все вопросы, например, выплачивать какие-то возмещения, нужно иметь определенный штат. Это тоже стоит денег. Так вот, многие крупные корпоративные клиенты западных страховых компаний на Западе давно это посчитали. Выгоднее платить страховщику. Ясно. Еще один звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста, громче. Скажите такой вот вопрос. У меня, короче, попали в аварию на машине, не по своей вине. Ну, то есть фургон большой, попал, ну, как подрезал дорогу. Вот. Ну, и вызвали страховщика, ну, там, это вот, как человека, который оценивает ущерб этой машины. То есть он там засчитал ее 61 тысячу. Вот. А нам выплатили 23 тысячи. То есть это страховая компания нам выплатила всего лишь 23 тысячи. То есть, а машина вообще не подлежала ремонту. То есть мы ее лишились полностью, этой машины. Как там поступать с этой вот системой-то? Мы же буквально машинку лишились, и денег нет. Ну, а что они сказали, когда выплачивали деньги? То есть вы рассчитали на то, что будет полный выплат? А как была машина? Ну, я не знаю, наверное, как вот машина ущерб получила такой, и, наверное, должны были выплачивать полную сумму. Ну, Сам Михалыч, вот вы готовы прямо сейчас ответить? А как машина была застрахована? То есть надо знать условия? Машина была каким образом застрахована? Все, сорвался. Сорвался. Ну, я думаю, что вам сложно будет ответить на этот вопрос. Ну, для этого надо документы смотреть. Да, или хотя бы просто иметь представление, да, каким образом. Ну, мне кажется, да, вот, может быть, сейчас это прозвучит для вас, может быть, это будет не очень приятно, но если, вот я глубоко убежден, что наступила пора, когда, в том случае, если вы убеждены, что с вами поступает неправильно, пришла пора отстаивать свои права. При помощи суда, или, может быть, не доводят до суда, а просто говорят человеку или организации, я собираюсь судиться. Если те понимают, что они неправы, они тут же пытаются решить вопрос по-мирному, да, если считают, что они правы, тогда уже решают суд. Вот раньше мы боялись этого, сейчас... Нет, я вас уверяю, что не боятся клиенты. Ну, сейчас уже нет, а слава богу. Я вас уверяю, то есть мы знаем, но только, ну, вот практика нашей компании, мы... Ну, по ОСАГО у нас, честно я могу сказать, что бывают суда, потому что мы, поскольку вот выплат зависит от возраста автомобиля, то действительно клиенту зачастую не хватает денег, и он говорит, что мне не хватает, и здесь споры происходят. Вот. А что касается тех случаев, когда машина застрахована по КАСКО, ну, как правило, нет. Там бывают проблемы, когда возникает, ну, скажем, клиенту некачественно покрасили машину, допустим, после ДТП. Но это уже... Ну, это наша задача уже извиниться и разобраться с сервисом, потому что мы все понимаем, что геморрой. Бывают проблемы, когда клиенту долго ремонтируют машину, особенно с новыми машинами, и вы знаете, что вот этот бурный рост продаж привел к тому, что запчасти отстают, и зачастую на некоторые марки запчасти идут там, я не знаю, по несколько месяцев, и клиент ждет, он без машины. Вот ты тоже за него переживаешь, потому что это, хотя не ты оказываешь эту услугу, а посредованно, но все равно, так он же тебе доверяет, да? Да. У тебя застраховался. Ну, такие случаи бывают, конечно, они радости особо не приносятся. Я понял. А еще один звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. У меня вопрос. Можно ли выбрать нестуло, где будет ремонтироваться машина? Например, Mercedes, Mercedes-Centr, BMW, BMW-Centr. Вы имеете в виду до момента подписания или в момент подписания, да? Ну, вообще. Процесс. Пострадавший. Ну да, то есть, может ли человек, который страхует свой автомобиль, сказать, я хочу, чтобы там-то, там-то. Правильно я вас понял, да? Да, да. Спасибо. Может. Но это должно регулироваться тарифом. То есть, условно говоря, ремонт в гараже стоит одних денег. И, соответственно, если это так, то мы тебе тогда одну премию назначим. А если ты хочешь ремонтироваться у официального дилера, у которого совершенно, скажем так, в гараже, может, и нет представлений о норме часа, да? А у дилера свое четкое, ясное представление о норме часа. Тем более, что мы знаем, все, что автомобильный бизнес в мире построен таким образом, что дилеры зарабатывают на сервисе больше, чем, собственно, на продаже машин. И если сейчас такого нет у нас, то это временное явление. Поэтому, естественно, это бизнес людей, и там цены будут выше. Но, соответственно, для страховщика это тоже бизнес, он тоже не хочет потерять деньги. Поэтому есть разные условия. Вы можете ремонтироваться там, по вашему выбору, либо на станциях, которые рекомендованы страховщиком, либо, скажем, у официальных дилеров. Ну, соответственно, с вас тогда и, наверное, в разных компаниях по-разному возьмут разную сумму страхования. Ясно. Еще один звонок. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Владимир из Владимира. Дело в том, что в октябре месяце мы попали в ДТП. Малолетний ребенок угоняет машину, и нас пострадало три автомобиля. И как нам объяснили, что это не страховой случай. И деньги только можете получить через суд, то есть подавая их на родителей или на опекунов. Вот такой вопрос. Спасибо. Вот, да. Как ответить? Ну, насколько я понимаю, машина по каске не была застрахована, судя по всему. И речь идет о том, что ребенок, угнавший машину, так сказать, произошел дорожное транспортное происшествие, где он виновный. А я так думаю, что он в полис, наверное, не был вписан, естественно. Вот. Поэтому здесь, скорее всего, в суд идти. Ясно. Ясно. Слушайте, ну, времени становится все меньше и меньше. Очень хочется поговорить о тех вот как раз нововведениях в закон, которые ожидают нас уже буквально в самом ближайшем будущем. Вы можете рассказать, что нас ждет? Ну, кратко, да, могу. Слушаю. Ну, во-первых, с 1 марта 2008 года введены изменения по выплатам по страхованию жизни. Так. И если раньше существовала норма, когда по жизни выплачивалось только 240 тысяч рублей на всех, причем на одного она не могла превышать, так сказать, 160, а остальным, что оставалось, то теперь введена норма, что каждый пострадавший может получить максимальную сумму выплаты 160 тысяч рублей. То есть, вот то, что я говорил, мы как раз идем по тому пути, когда вот у нас жизнь человеческая цель все больше и больше. Я думаю, что чем дальше, тем это будет все больше и больше. Вот. Ну, наверное, про это тоже надо сказать, что законодатель предусмотрел, что если есть погибшие, то там 25 тысяч предусмотрено на организацию, на расходы по организации похорон и 135 тысяч семье погибшего. Это тоже вот такое изменение. Дальше. Защита граждан будет усилена, что граждане теперь смогут обращаться в суд. То есть, если страховщик задерживает выплату по ОСАГО, то за каждый день просрочки страховщик будет платить 1,75 от суммы выплаты. Правда, для страховщика введена норма, теперь увеличено время рассмотрения документов до 30 дней. То есть, с одной стороны, к страховщику будут применены санкции, с другой стороны, ему дается чуть больше времени. Вот. Теперь... На месте сможем разбираться. в том случае, если никто не погиб. Да. Очень важная норма, так называемый европейский протокол. Когда, если стороны согласны, кто виновная страна, и по их оценке ущерб не превышает 25 тысяч, то с 1 июля можно будет заполнять специальные формы, и, так сказать, уже, так сказать, без инспектора ГАИ, не надо его будет теперь ждать. То есть, написали бумажки, отдали друг другу, разъехались? И разъехались. Отлично. Вот. Правда, страховщик имеет право прислать аварийного комиссара. Имеет право. Не обязательно, что он будет, но он имеет право. В таком случае нужно его уведомлять. Уведомлять. Да, но страховщика в любом случае надо уведомлять о том, что произошло ДТП. Ну и тоже очень такие важные нормы, это то, что с 1 июля клиенту, если ущерб не превышает тоже 25 тысяч рублей, то есть, он может получить выплату в той компании, в которой он застрахован. О! Очень хорошо. Очень важный момент. Он связан с тем, что зачастую мы приходили в компании, к которой мы не были клиентами. Да, и соответственно отношение к нам было такое. Как к жертвам, да? Да. Как очень приятно слушать это именно от вас. У нас еще один звонок, если не сорвался. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да, слушаю вас, сударня. Здравствуйте. У меня, значит, такой вопрос. У меня машина застрахована по каске. Значит, пока я уходила на работу, в этот момент мою машину стукнули. я вызвала инспектора ГАИ, значит, все зафиксировали, протокол написали, я приехала в ГАИ, мне сказали, что, значит, ну, мы хотим вас огорчить, что если мы напишем, что вы, значит, вас стукнули, то вы не получите никакой страховой премии. Но для того, чтобы получить, надо в таком случае, это уже коммерческое предложение. От вас должно поступить коммерческое предложение. я хотела бы задать такой вопрос. Секундочку, вам предлагают дать взятку? Да. Да, вот такой вопрос, значит, если ОСАГО, зависит ли от того, если, вот, меня стукнули, второго участника ДТП нет, потому что они мне сказали, мы сейчас пошлем запрос, два месяца, потом вам откажут, потом напишем, что никого не нашли, там, вот такое. В общем, разговор состоялся такой. Нужен ли здесь второй участник ДТП, если машина по каске, скажем так? Угу. Нет. То есть, вот, все-таки, должен быть составлен протокол, что я сама на что-то наехала, либо, все-таки, как на самом деле, вот, что меня стукнули, и вот, вы зафиксировали, что действительно мою машину стукнули. Мама и папа учили меня в детстве, что нужно быть честным мальчиком. Я понимаю, что нужно быть честным, но вот, вот такая ситуация. Каска зависит от того, есть ли второй. Это уже, как бы, прошло все, я сама машину свою, как бы, ремонтировала все новым. Я могу ответить, понятно. Все, спасибо вам большое. Спасибо. Вы знаете, зачастую бывают ситуации, когда грузовик или вот трактор, когда он проезжает мимо кого-то и задевает, он даже не замечает, что он кого-то задевал. Да. Вот. И у него, лично у него ущерба никакого, да? Вот. Но у легкового машины, так сказать, там проблемы могут возникнуть очень большие. Поэтому большинство компаний, они вообще говорят, мелкие убытки или мелкий ущерб, они возмещают без права ГАИ. Угу. То есть я встречал много разных модификаций на эту тему, но это может быть, если ущерб не превышает 5% от страховой суммы, и такой ущерб ты можешь применить, предъявить в компанию не более двух раз. Или у тебя нарушение лакокрасочного покрытия в результате, вот, ну, скажем так, или противоправных действий третьих лиц, или не установлено транспортного средства, если это, ну, допустим, там не более чем на двух элементах машины, скажем, на двух крыльях, допустим, да, или на двух дверях. Вот. Поэтому страховщик здесь тоже, он старается идти навстречу, я думаю, мы все с этой ситуацией сталкивались, поэтому совершенно не обязательно, чтобы был второй участник ДТП. Ну, а насчет коммерческого предложения, нет, тема такая, что если у вас зафиксировано, вы подали заявление, и у вас налицо то, что ваша машина, скажем, повреждена, другим автомобилем, или, я не знаю, кем-то. Ну, в общем, разводят вас. Да, я думаю, что здесь эта тема такая. Вернемся, вернемся к СМС, СМС написано, на СМС написано латинской раскладке, буду запинаться. Здравствуйте, почему, страхуясь по ОСАГО, сумма страховки исчисляется от мощности моего авто, ведь ОСАГО возмещается третьим лицам. Так какая разница, я в ДДП попаду на малолитражки или на большой машине, ОСАГО оплачивает убыток потерпевшей стороне. Сергей, Москва, спасибо. Пожалуйста, пишите, пожалуйста, по-русски, тем более, если из Москвы. Ну, презуммируется то, что машина более мощная, может нанести больший ущерб. Все, ясно. У нас сейчас такой блиц-опрос пойдет. что вы скажете про компанию Коместра-центр, Коместра-центр разорился, теперь опять рекламу вижу. Знаете, о ком речи? Да, я знаю, что была такая компания, я знаю, что она разорилась, действительно, из-за того, что вела, вот как, помните, я в начале нашего разговора говорил, очень коротко, у нас мало времени осталось. Вот, я думаю, что нет, у нее лицензия отозвана, поэтому рекламы не может быть. Значит, видимо, что-то опять не так. обязательно ли быть вписанным в страховку, если есть доверенность? В какую? Вот, я зачитываю смс, который прислал. Ну, если ОСАГО, то да. Петр Белгород, констатирую факт, оцените страховку, оцените страховую компанию в трех офисах по КАСКО, назначили суммы с разницей от трех до восьми тысяч. Такое возможно? Если возможно, почему? Да, возможно. Если вы страхуетесь по КАСКО, то вам тоже, если даже офисы в одной компании, ну, в одной компании это маловероятно, но тоже возможно, потому что бывает, что сотрудники компании по-разному мотивированы. Ну, например, они тоже получают комиссионное вознаграждение, если у них платят. Может быть, они просто за счет своего комиссионного вознаграждения уменьшают в одном офисе страховой взнос по отношению к другому офису. Теоретически это возможно. Почему нет? Мы просто не знаем, на какую сумму застрахованы и какова вообще сама величина страховой премии. Может быть, эти 3 или там 3,8 тысяч, они там утонут, да? Слушайте, да, получается, получается, да, я понял, я понял вас. Я понял. Ну, тем временем эфир тоже подходит к концу. Вот, последний раз кликаю, слушайте, я чувствую себя как мартышка и очки. То есть, я не могу сказать, что я первый раз общаюсь с ноутбуком, естественно, есть он у меня и дома, но вот, чтобы вот так, интерактив, и вы знаете, мы даже успели ответить на все вопросы, кроме двух, который пришел из Архангельской области, который не был связан, еще один из Кастандарского края, сделайте передачу об японских праворуких авто. А мы обязательно сделаем, но это, я понимаю, что это не вопрос, было бы пожелание. В любом случае, большое спасибо за то, что общаетесь с нами, большое спасибо за то, что звоните нам, отправляйте смски, напоследок повторю, что смс можно отправить нам, если вы из России, на номер 5577, если Украина 4647, если из Казахстана 7099. Внимание, услуга платная. Я благодарю нашего гостя Александра Михайловича Кудрякова, генерального директора страховой компании ПАРИ, за то, что пришли и хорошо, правильно, авторитетно, грамотно ответили на все наши вопросы. Уверен, что наша встреча не последняя. Спасибо вам. Это программа «Попутчик», гость студии. Меня зовут Владимир Гаврилов. Встречаемся, как обычно, завтра в это же время на этом канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин